Год назад в жизни жителей Тверской области ворвалась пандемия и с ног на голову перевернула привычный уклад жизни. Особенно непросто пришлось людям старшего возраста. Им тяжело далась вынужденная самоизоляция. Даже, казалось бы, банальные вещи, как, например, сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, остались за гранью их возможностей. Тогда на помощь пришли добровольцы или волонтеры. Они в это непростое время объединились в одну дружную команду и помогли нуждающимся с доставкой продуктов и медикаментов. Хоть мы вместе уже и не вместе, но дело их продолжается. Чем занимаются волонтеры сейчас? Расскажет та, кто руководила региональным штабом акции Юлия Саранова. Настоящими волонтерами становятся по призванию. Бескорыстно служить людям, которым нужна помощь, это удел тех, кто своим жизненным девизом сделал призыв «Не одного дня без доброго дела». Это давно стало жизненным кредо Юлии Сарановой, известного в Тверской области руководителя регионального штаба акции «Мы вместе». 46 тысяч жителей получили экстренную продуктовую помощь. Это были одинокие пожилые люди с низким уровнем дохода. Это были семьи, воспитывающие детей инвалидов, некоторые многодетные семьи. Всего больше тысячи волонтеров по всей области были заняты в доставке этих продуктовых наборов. Мы так примерно считали, что больше 22 тысяч часов рабочих наши ребята отработали на проекте «Мы вместе». Спустя год Юлия Саранова подводит итоги такого сложного и насыщенного 2020-го, когда эпидемия коронавируса молниеносно ворвалась в жизнь людей. Тогда на передовой борьбы встали волонтеры. Начала работу акция «Мы вместе», которая под общей эгидой объединила почти все добровольческие отряды. Здесь не справилось бы какое-то одно отдельное волонтерское объединение. Мы позвали ребят из разных организаций, волонтеры Победы, волонтеры Медики, волонтерская рота, волонтерские объединения вузов, СУЗов, которые есть у нас в Твери и в области. Все они откликнулись. Юлия Саранова отмечает, молодые люди ежедневно пополняли ряды волонтеров. В основном это школьники и студенты. Они по заявкам формировали и доставляли на дом продуктовые наборы. Ксения Ремезова поступила в отряды волонтеров Победы еще до пандемии. В прошлом году на передовой отправилась прямо со школьной скамьи. Листая прошлогодние фотографии вспоминает, в каком бешеном ритме пролетала весна 2020-го. Там были смены. Смена была до двух, первая. А вторая смена с двух до пяти. Мы работали сначала на складе, а потом мы выезжали с водителями по адресам. У нас был маршрутный лист, там было что-то около 40 адресов. Волонтерство – это командная работа, уверены и Ксения, и Юлия. Обстоятельства научили действовать слаженно и дружно. К слову, и сами волонтеры не остались без внимания. Коммерсанты помогали с питанием, с автомобилями и средствами защиты. Но главное, говорят добровольцы, это слова благодарности от адресатов, для которых волонтеры стали настоящими помощниками. Сейчас же акция завершилась, но точечно подобную помощь продолжают оказывать волонтеры-медики. Мы продолжаем также доставлять продукты питания, лекарственные средства, в том числе льготные. Для нас пандемия идет на спад, но она для нас пока не заканчивается. Поэтому всю работу, которую мы начали в марте 2020-го, мы продолжаем. Сегодня волонтеры с облегчением вздыхают, говорят, пандемия идет на спад. Но это не повод перестать заботиться о всех тех, кому нужна помощь и в мирное время. Важно знать, что в регионе есть люди, которые готовы протянуть руку помощи всем, кому она необходима здесь и сейчас. Тема волонтерства настолько обширна и многогранна, что полноценно рассказать о ней в одном сюжете невозможно. Поэтому в ближайшее время мы посвятим ей программу «Тема дня», которая выйдет на нашем канале. Гостем в студии непременно станет руководитель регионального штаба акций «Мы вместе» Юлия Саранова.